В течение нашего курса мы рассматривали такие вопросы, что такое обучение, какие существуют подходы, как Библия нам говорит об обучении, и также какие ожидания и какие цели мы можем ставить в обучении. Сегодня мы остановимся на том, что такое критерии оценки нашего обучения. Когда мы говорим об оценке, что первое вам приходит в голову? Конечно, те оценки, которые вы получали в школе. Мы привыкли к этой пятибальной шкале, когда пятерка означает «отлично», а двойка означает «плохо», и поэтому часто мы оценим свое обучение именно согласно этих критериям. Но всегда ли они правильны? Мы знаем, что были ситуации в нашей жизни, когда мы получали оценки вовсе не за то, что мы плохо знали, а, может быть, плохо себя вели. Так и рассказывают анекдоты, что приходит ребенок, протегивает маме дневник и говорит «Мам, ведь правда главное, что мы все здоровы». Конечно, мы понимаем, что эти оценки, они не являются критерием нашего успешности в жизни, но тем не менее, очень часто много огорчений, много неудач выходит из-за того, что мы получаем те или иные оценки. Как к ним относиться? И существуют ли какие-то другие оценки, другие критерии успешности в обучении? Если подходить к этому с научной точки зрения, то оценки могут быть двоякими. Оценка может быть внешней, если другие люди, смотря на ваше обучение, оценивают, как вы учитесь. Оценка может быть внутренней. Из внешней оценки тоже можно выделить некоторые составляющие. Это педагогическая оценка или то, как успешно вы освоили материал, как хорошо вы можете написать тест, как хорошо вы можете изложить мысли в сочинении. Также может быть психологическая оценка. Насколько успешно вы справляетесь с обучением, насколько вы комфортно себя чувствуете, насколько вы мотивированы на то, чтобы учиться. И оценка может быть нравственная. Что происходит в вашей внутренней жизни, когда вы учитесь? Становитесь ли вы лучше? Или достижение ваших оценок пятерок достигается не совсем честными трудами? Если мы оцениваем учебу в семинарии, то часто мы обращаем внимание не только на первые две оценки, но также и на нравственные оценки. Каким образом добиваются успехи? Каким образом получаются пятерки? Каким образом сдаются работы? Так, например, такое явление, как плагиат, и оценка плагиата как негативная, это исключительно нравственная оценка. Что мы можем сказать о внутренней оценке нашего обучения? В прошлой лекции мы говорили о том, что полезно ставить цели на ваше обучение, как на всю программу, так и на ее части. Если эти цели у вас выставлены и сформулированы, вам будет легче оценить успешность прихождения того или другого предмета не потому, как сказал учитель, но потому, какой вклад изучение этого предмета внесло в достижение вашей цели. Например, вы хотите быть пастором, и вы проходите предмет, скажем, греческий язык. Учитель требует, чтобы вы знали все наизусть, все слова, все грамматические правила и так далее. Но если вы ставите для себя задачу уметь пользоваться словарем, уметь пользоваться программами, которые будут помогать вам в пасторском труде, и вы достигли этой цели, то ваша внутренняя оценка ваших достижений может быть выше, чем та, которую поставил преподаватель, руководствуясь другими критериями. Поэтому важность цели полагания хочется еще раз подчеркнуть. Говоря об оценке, хочется сказать несколько слов о том, как относиться к неудаче. Бывают ситуации, когда человек начинает учиться, и что-то случается, наступают какие-то обстоятельства в жизни, когда он это обучение не может продолжить. Это может быть вступление в брак и рождение ребенка для девушки. Это может быть начало работы для молодого человека или начало какого-то дополнительного служения, которое препятствует продолжению его обучения. Может быть, это просто недисциплинированность, из-за которой нет возможности сдать какие-то задания и успешно закончить обучение. Как быть в этом случае? Как оценивать эти ситуации так, чтобы они не сложили определенного представления о вас как абсолютно неуспешном человеке? Опять же, я возвращаюсь к тем целям и задачам, которые вы ставили. Иногда, когда вы занимаетесь планированием, вам нужно возвращаться и переоценивать, правильно ли вы поставили цели и правильно ли вы поставили задачи. В некоторых случаях происходит переоценка собственных способностей. Человек оказывается не способным справиться с обучением из-за того, что существуют определенные барьеры или обстоятельства. Иногда в процессе обучения он решает, что это обучение ему не нужно. Или он убедился в том, что то направление, которое он ставил для себя ранее приоритетным, оно оказалось вовсе не так интересным, как он думал это. Как подходить к этим ситуациям? А Господь говорит нам, что мы должны вникать не только в учение, но и в себя. Если мы находим ситуации, в которых мы не способны справиться с нашей целью, самое лучшее, что мы можем сделать, это извлечь из этого правильный урок. Говорят, что плохой результат, это тоже результат. Если мы поступили в какой-то институт и обнаружили, что это обучение нам ни к чему, самое правильное будет поменять этот институт и поступить именно туда, где вам следует учиться, чем продолжать заниматься этим пять лет, а может быть и всю трудовую деятельность, внутренне зная, что это не ваше, и вам не нужно здесь находиться. Как христиане мы ответственны перед Богом за то, что мы делаем, и за тот путь, который мы выбираем. Поэтому если с вами случаются какие-то неудачи, это повод для того, чтобы критически посмотреть на то, куда вы шли, чем вы занимались, вынести из этого урок и продолжить путь в правильном направлении. Именно это и включает в себя понятие покаяния, если мы рассматриваем греческое слово. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, какие существуют критерии оценки, о том, что они бывают внешними, если они оцениваются людьми со стороны, они бывают внутренними, если вы соотносите это со своими целями, желаниями и стремлениями в жизни, и как поступать в случае неудачи. Успешной вам учебы! Субтитры сделал DimaTorzok